Футбол не зря называют спортом номер один. Он любим миллионами людей в России и по-настоящему популярен в Краснодарском крае. И в нашем муниципалитете у этой замечательной игры есть немало поклонников. Об этом свидетельствует и развитие детского футбола, которому здесь уделяется большое внимание. На расширенном заседании Федерации футбола Славянского района, в котором приняли участие депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский и председатель Совета Славянского района Григорий Литовка были обсуждены проблемы развития детского футбола на территории муниципалитета. В зале собрались представители администрации, общественности и тренеры-преподаватели. Перед собравшимися выступил директор специализированной детско-юношеской спортшколы по футболу Виктория. Он отметил, что есть много положительного, растет количество детей, увлеченных этим видом спорта, создана хорошая материальная база, есть отличные тренеры, немаловажная поддержка глав поселений. Славянские футболисты имеют реальные достижения в престижных соревнованиях и вместе с тем успокаиваться рано. Резервов для развития немало, их нужно использовать. Об этом говорили и другие выступающие. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский сказал, что во всех выступлениях есть дельные предложения и их нужно притворять в жизнь. В Славянске, ну, видишь, это определенный уровень, да, и для определенных территорий, я могу ответственно заявлять, это уровень очень высокий. Если будем считать, что это уровень нашего, Италия, мы должны дальше идти относительно самих себя, то неправильно. Сегодня очень много мыслей, известных, прозвучало, и их специально прокомментируют. Он хотел, чтобы тренеры и присутствующие здесь научно тоже над этим порассуждали, и в том числе, с учетом, как прозвучало, что здесь принадлежит. В ходе обстоятельного разговора были обозначены проблемы. Недостаток квалифицированных тренеров и судей не во всех поселениях болеют футболом. Нужны более качественные мячи, транспорт для поездки на соревнования. Все эти вопросы можно решить. Виктор Чернявский подчеркнул, что нужно смелее идти в школы, увлекать футболом мальчишек разных возрастов. Филиали Кубанского госуниверситета могут обучить желающих, провести методические семинары для работающих тренеров. Очень важно проявлять неравнодушие, искать новые творческие подходы к делу. О важности детского футбола говорил и председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Это формируется морально-психологическое качество у ребенка, это стремление к победе, это все, это вот здесь окладывается. Мы же тоже с этой среды выросли. Поэтому действительно, это очень, я скажу, очень интересная тема. Это же здорово, это благодаря вам, сидящим здесь, потому что вы настоящие патриоты своего тела. А вот эти вопросы, я думаю, что Виктор Васильевич не стерзят, сам это ведет, но они не смогут, конечно, помогать, и никак. Начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района отметил, что потенциал в этом виде спорта хороший. Есть прекрасные тренеры, есть талантливые ребята. Александр Прищепа сказал, славянский футбол – это наше лицо, и он обязательно будет развиваться. И мы искали пути, как увеличить количество занимающихся, чтобы было не только у нас, например, в городе, а по всему муниципальному образованию Славянского района, начиная от Забойского поселения, следующее Галийцем, Петровска, Черноярковска, и заканчивая уже Анастасиевским, Коржевским, чтобы охват всего населения муниципального образования Славянского района. И чтобы цифра в 700 человек, которые сейчас занимаются, детей, она была не конечной, а значительно увеличилась. Этот серьезный, заинтересованный разговор на расширенном заседании Федерации футбола для всех его участников был очень полезен. В конце концов, все будут выигрыши от развития детского футбола. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».